Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Пётр Грушев, старший тренер из Дюшор-Антея. Пётр Тимофеевич, здравствуйте. Ну и в первую очередь, наверное, расскажите, насколько знаю, спортивная борьба. Вы тренер по спортивной борьбе. Что это такое в общих чертах? Ну, если сказать в двух словах и начать с истоков развития борьбы в России, это произошло в 1896 году. Зародился кружок Краевского в Санкт-Петербурге. Тогда выступали в цирке. И уже в те годы появился известный борец, наш земляк, рязанец из Шанска Иван Чуфистов, который также был чемпионом мира. Ну, в дальнейшем, в предвоенные годы была борьба уже в Рязани, и в послевоенные годы была борьба, но где-то на таком областном уровне. Ну вот, где-то в 1958 году в Рязань приехали два тренера, Юрий Георгиевич Алексеенко из Ростова и Владимир Иванович Нуреев. Они, в общем-то, подняли спортивную борьбу, или как она тогда называлась, классическую борьбу на российский уровень. Появились в 1962 году, появился первый чемпион, победитель юношеского первенства России Петр Сацков и призер Советского Союза он же был. Я также в то время за Санкт-Петербург выступал, был четвертым на первенстве Советского Союза. Эти соревнования были в Арженикидзе, как он тогда назывался, сейчас в Владикавказ. В эти годы пошли у нас первые мастера спорта, а где-то начиная с 1965 года уже регулярно у нас были борцы на уровне сборной России, призеры Российской Федерации. Это Юрий Гончарьонов, Петр Сацков, Петр Андрианов и многие другие. Значит, в настоящее время были периоды, когда где-то на более высоком уровне выступали борцы, чуть ниже уровень был. Ну, до сих пор, в настоящее время это спортивная борьба, которая объединяет греко-римскую борьбу, грепплинг и вольная борьба девушки. Чем различаются вот эти направления между собой? Эти, ну, грепплинг, там правила борьбы разные. Грепплинг, там удушающие приемы, болевые приемы. Вольная борьба, это разрешается делать приемы и без, как бы, не только с помощью рук, но и с помощью ног. А греко-римская борьба, это все захваты разрешаются только до пояса. Под ножки и за ноги брать нельзя. Вот только правила, практически вольная борьба и греко-римская практически почти ничем не отличаются. Вот вы сказали про девушек. Они могут заниматься любым из-за направлений борьбы спортивной? Да, девушки занимаются у нас и грепплингом занимаются, и показывают уже неплохие результаты, и вольную борьбу. Это буквально года 3-4 назад. И в настоящее время у нас две девочки, это Ирина Смышляева и Анастасия Маркуца, уже включены в состав сборной команды России. Вот, очень много. В настоящее время у нас занимаются дети на базе Дворца детского творчества и на базе 37-й школы. Там спортзал оборудовали специализированный. Особенно много детей на базе 37-й школы. Это в районе Горрощи. Там большой спальный район, и мест катастрофически не хватает. Желающих много, а зал маленький. В наши планы, такие планы, чтобы пристроить большой спортзал. Это будет соответствовать современным требованиям, чтобы не надо никуда далеко ездить. Вот он, спальный район, детей много, приходите и тренируйтесь. Как бы по большому счету занимаемся серьезным делом, отрываем от пустого времяпрепровождения на улице. Вот в современном мире это хорошо очень, да, как бы популяризируется. Спорт, здоровый образ жизни. А вот с вашей стороны, с вашего взгляда, как считаете, больше люди заниматься спортом начали? Детей как бы больше стали отдавать в спортивные школы? Да, в настоящее время, по сравнению с того, с чего у нас начиналось, ну тогда и условия были намного хуже. Сейчас лучше, но для того, чтобы добиться результатов в настоящее время, нужны совершенно другие условия. И спортзалы большие, и много чего другого. Вот. И, значит, что было? Касаемо результатов, да, вы начали рассказывать, насколько знаю, первенство мира недавно прошло, и ваши подопечные очень хорошие результаты показали. Да, кстати, о первенстве мира. Первенство мира-то мы и забыли. С 1 по 5 мая в Тегеране проходил спорт глухих. Проходило первенство чемпионат и первенство мира. Чемпионат это по взрослым, а первенство это юниоры до 20-летнего возраста. Спорт глухих – это та же грек-римская борьба. Да, та же грек-римская борьба. В составе сборной команды России выступал Иван Никоев. Ему 19 лет, он еще и на следующий год по юниорам сможет выступать. И, несмотря на складывающуюся обстановку, очень неприятную, у него буквально за месяц до начала соревнований произошла травма локтевого сустава. По-простому сказать, вывих очень серьезный был. Но доктора смогли сделать невозможное. Буквально за месяц смогли провести такую хорошую реабилитацию, что его взяли в составе сборной команды России на первенство мира. И он, можно сказать, с блеском отборолся. В полуфинале выиграл у иранца, у них дома. И в финале, в упорной борьбе, в начале она складывалась, была очень упорной, боролся с турком. Вот. Ну, если ее можно будет показать, то грубил турок поначалу. Но потом так сложилось, что Иван Никоев выиграл в эту схватку чисто технически. Вот. Это большой успех. Будем надеяться, что он пойдет и дальше. Потому как мы задавали ему вопрос, какая твоя цель. Он однозначно сказал, что это олимпийский сурд, олимпийские игры. Надо выигрывать. Настрой очень серьезный. И у него для этого есть все задатки. Очень способный, талантливый молодой человек. А вот сколько молодой человек занимается спортом этим, да? И вообще, как давно вы сами с глухими ребятами тренируете? Я начал работать с глухими с 2000 года. У меня занимался один мальчик. Его папа ко мне привел. И мне повезло в том, что он немножко разговаривает. Нам было легче с ним общаться. И пока тренировались, мы с ним как бы заключили такой контракт, договор. Я обязался его учить в борьбе, а он обязался научить меня говорить на пальцах. И я сейчас довольно-таки уже легко с ними общаюсь. У меня занимается сейчас где-то около 15 человек глухих. И мальчики, и девочки. И мы с ними свободно общаемся на их языке. Иван сколько занимается? Иван занимается где-то уже лет 8, наверное. 8 лет. Вот ребятам этим им все-таки сложнее? Им сложнее. Они тренируются вместе с нормальными, с говорящими ребятами. Это как бы оказывает большую помощь мне. Потому как они видят, как нормальные говорящие ребята тренируются. И они с них берут пример. А сложнее в том, что труднее объяснить все нюансы, все тонкости. На пальцах это по времени дольше получается. А так, в принципе, никакой разницы нет. А соревнования чем-то отличаются? Нет, соревнования отличаются. Судейство отличается. Потому что кроме СССР судья еще должен касаться. Потому что если спортсмен не видит, он не слышит. И надо обязательно касаться. Начинать схватку или заканчивать схватку. Судья должен, арбитр должен прикоснуться обязательно. Ну вот я несколько раз общалась с ребятами. С Иваном в том числе. На самом деле очень добрые, очень позитивные, очень солнечные люди. Как считаете, это спорт откладывает какой-то отпечаток? Наверное, как все люди разные, так, видимо, это. Но спорт им помогает очень хорошо. Потому что круг общения расширяется. То они в 18-й школе только на пальцах, на пальцах, на пальцах в основном. А приходя в спортзал, и говорящие ребята и девочки учатся так же говорить на пальцах. И, то есть, общаются на их языке. Им это очень приятно. И другая совершенно работа получается. Вот был такой случай. Тренировка закончилась, а девочка глухая стоит, не уходит. Я говорю, времени смотрит, как старший тренируется. Я ей говорю, времени уже много, иди домой. Она дома, скучно. А здесь интересно. Замечательно сейчас все это изобразили. Да. У них жесты, они очень такие понятные. Так что они с удовольствием приходят в спортзал. И приходится даже порой, мол, хватит, хватит, иди домой. Какие ближайшие спортивные планы у ваших подопечных? Ну, летом, как бы, переходный период у нас. Нарабатываем базу, объемы. Вот, переключаемся. Солнце, воздух и вода. В лагерь ездим. Вот со 2 июня поедут в лагерь ребята наши, в Солочью. В лагерь смена Дворца детского творчества. Вот. Ну, а с сентября опять засучим рукава. Ну, и мы не прекращаем работать. И летом, а с сентября там уже начинаются соревнования у всех возрастных групп. Вот. Новый календарь. Снова за работу. Ну, что ж, успехов и победа вам и вашим подопечным телезрителям напомню. В гостях у меня сегодня было Петр Грошев, старший тренер с Дюшор Антей. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!